Если у нас с вами сообща, у команды есть видение, мы знаем ради чего. Мы обладаем теми ценностями, правилами игры, регламентом и нравственными ценностями. У нас есть стратегия и в общем-то есть все необходимое. Вот казалось бы, идеальные условия. Ведь на самом-то деле не всегда происходит так, что создав идеальные условия, люди активно вовлекаются в общий труд и в общий проект. И уже кажется, не знаю что нужно. Вот здесь в последние годы очень плотно стали говорить о том, что существует необходимый элемент, который называет вовлеченность людей. То есть когда им созданные условия сделаны, но при этом они не активно вовлекаются в проект, не подключаются, не все вовлечены. И следующая, последняя тема в модели профессора Гилла заключается в вовлеченности. Эффективный лидер вовлекает других людей, оказывая влияние, мотивируя и вдохновляя их на то, чтобы они хотели сделать то, что нужно. Если усиление имеет дело с тем, что создать условия, чтобы они могли сделать то, что необходимо, то вовлечение имеет дело, чтобы они хотели сделать то, что необходимо. Вовлечение сотрудников, членов общины, команды – это та ступень, до которой люди в организации готовы охотно или в общине, или в предприятии, они готовы охотно и добровольно прикладывать усилия, выполнять работу сверх того, что от них ожидается. Когда человек не уходит с работы, решай, почему. Он говорит, слушай, я только тут начал проект, мне так это нравится. Я даже не устаю. И тогда, конечно, ответственность руководителя проследить, чтобы человек, если семейный, чтобы он не оставил семью без внимания. Если человеку нужно, он устает, чтобы он о своем здоровье беспокоился. Но когда человек вовлеченный в дело, когда он занимается своим делом, он как бы и не устает. Что такое вовлечение и вовлеченный сотрудник? Вовлеченный сотрудник – это тот, кто посвящен своей работе и испытывает по отношению к ней энтузиазм. Мы можем с вами наблюдать за группой людей, которые работают над каким-то проектом, когда они эмоционально вдохновлены тем делом, которым они занимаются, или когда они полностью понурые. Ведь на самом-то деле проекты можно осуществлять сообща и быть на эмоциональном подъеме, делать это с удовольствием, тогда и работа спорится, а после работы и хорошо можно отдохнуть и достигнуть какой-то проект. Но когда нет эмоционального вовлечения, привязанности, тогда, в общем-то, и работа не спорится, и производительность очень низкоэффективная. Когда человек не вовлечен, то уже днем он думает, что там вечером будет происходить у него дома, какая программа по телевизору, и что он сделает в следующем году во время отпуска. Он где-то, ему неинтересно. Если человек активно не вовлечен, то когда он знает, что нужно сегодня это делать, он специально это не делает, потому что все надоело, не хочет он, саботирует, явно или скрытно. Мне очень понравилось, как один из пасторов церкви дал ответ на вопрос, сколько членов общины его христианской вовлечены в служение. Он говорил, что 100%. Там были молодые пасторы, они все взяли записную книжку, чтобы отметить для себя. И спрашивают, каким образом ты это достиг? Он говорит, ну, 50% служат со мной, а 50% против меня. Но все активны. Но все активны. Вот когда люди не вовлечены, можно перейти в стадию, когда он активно не вовлечен. Он на работе, он здесь, ну, какими-то действиями, поступками, а может быть, советами, рекомендациями, критикой необоснованно. Он старается сделать все, чтобы дело не состоялось. Ну, и, конечно, есть те люди, которые активно вовлечены. Вот им, в принципе, не нужно напоминать приходить вовремя. Им, в общем-то, не нужно даже устанавливать какие-то графики, параметры, контроли. Потому что им это дело нравится. Они хотят быть частью этого проекта. Они ощущают, что их жизнь, ну, вот практически, или цели жизни совпали. Эмоционально они очень себя уютно чувствуют, как часть этого проекта. Невовлеченность ведет к безразличию. Невовлеченность ведет к тому, что человек абсолютно абстрагирован от задач, перспектив, потенциала, от всего, что происходит. Он просто отбывает время. Может быть, недостаточно смел к тому, чтобы принять решение уйти, сказать до свидания проекту, предприятию, организации. Ну, так вот он здесь на месте, но он полностью не вовлечен. Один из моих коллег в высшей школе лидерства, доктор Инсур Шамгунов, работает стратегическим консультантом компании Галлоп в Великобритании. Он в свое время закончил наш вуз, затем закончил Оксфордский университет, получил степень доктора наук. И он меня познакомил с теми исследованиями, которые, в общем-то, сейчас общедоступны, подарив небольшую библиотеку, книг, опубликованную его компанией. Компания Галлоп проводит широкомасштабные статистические исследования, и социологические исследования, и на основе своих исследований они разрабатывают определенные практические рекомендации. Они смогли сформулировать и разработать инструмент Q12, который помогает определить степень вовлеченности людей в процесс реализации планов, которые есть в компании, для того, чтобы повысить эффективность этой компании. Они смогли сделать следующее. Обратились к наилучшим компаниям, которые являются эффективными и успешными. И смогли у них узнать, каким образом в этих компаниях измеряется эффективность людей. Ответ был простой. То есть мы проводим анкетирование, и мы спрашиваем у наших сотрудников, и таким образом выявляем те особенности, которые влияют на эффективность сотрудников. И тогда компания Галлоп определила, какие из вопросов являются ключевыми для того, чтобы определить сотрудников, которые эффективны и которые высокоэффективны. И они нашли конкретно 12 ответов или тезисов. Они нашли 12 утверждений, которые показывали ответ и отношение сотрудников к своему делу, к своей компании, к своей работе. И именно эти сотрудники были высокоэффективны. Утверждение номер один. Я знаю, что от меня ожидается на работе. Утверждение номер два. Я располагаю материалами, оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы. Утверждение номер три. На работе у меня есть все возможности ежедневно заниматься тем, что я делаю лучше всего. Утверждение номер четыре. За последние семь дней мне была объявлена благодарность. Или меня похвалили за хорошую выполненную работу. Утверждение номер пять. Мне кажется, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе проявляет обо мне заботу как о личности. Утверждение номер шесть. У меня на работе есть человек, который поощряет мое развитие. Утверждение номер семь. Мне кажется, что на работе с моим мнением считаются. Утверждение номер восемь. Миссия моей компании, моей организации позволяет мне чувствовать важность моей работы. Утверждение номер девять. Мои коллеги считают своим долгом выполнять работу качественно. Люди, с которыми я работаю, они профессионалы. Утверждение номер десять. В моей компании работает один из лучших моих друзей. Утверждение номер одиннадцать. За последние шесть месяцев кто-то на работе беседовал со мной о моем прогрессе. И утверждение номер двенадцать. За последний год у меня были возможности для обучения и роста. Вот когда люди в компании дают такие утверждения, это говорит о том, что они принадлежат к высокоэффективным компаниям или организациям. И их деятельность является высокоэффективной. Распределив эти утверждения в определенную модель, в компании Галлоб смогли сформулировать определенную иерархию вовлеченности человека. Ну, во-первых, на уровне основных нужд, потребностей. Он знает, что от него ожидается, у него есть те ресурсы, те инструменты, чтобы выполнить дело. Ну, это вот основные. Во-вторых, его старший руководитель, менеджер поддерживает его, поощряет, заботится о нем регулярно. Ну, практически на каждой неделе говорит, слушай, у тебя хорошо получается, молодец. И этот человек занимается тем делом, что у него лучше всего получается. Следующий уровень вовлеченности, поважности, команда. Когда у человека лучший его друг работает вместе с ним, он и на работе себя ощущает, как в коллективе, в кругу друзей. Если он работает с профессионалами и ценит их труд, то у него нет ощущения недовлетворенности, что я работаю с неумелыми людьми. У нас классно получается. Если на работе с его мнением считается, тогда он удовлетворен тем, что он тоже своим мнением, своими идеями может каким-то образом направлять развитие этой компании или этой организации. Он активный участник, не просто исполнитель. Ну и, конечно, когда его вдохновляет миссия организации, он подключен и вовлечен на самом высоком эмоциональном уровне. Ну и, конечно же, рост. Когда человек трудится, и у него есть перспективы роста, когда о нем кто-то заботится, и кто-то с ним разговаривает и спрашивает, что у тебя получается, и как бы мы могли тебе помочь, чтобы у тебя получалось еще лучше, ну, человек старается. Он окрыленный. Он идет на работу, как на праздник. Практические рекомендации для руководителей, священнослужителей, для тех, кто возглавляет коммерческие и некоммерческие организации, классные преподаватели, для всех тех, кто возглавляет коллектив людей. Если вы хотите, чтобы люди были вовлечены в то дело, которое вы осуществляете с ними, ну, знайте несколько принципов. Вот их вывела компания Галлоп. Люди вовлечены, если они знают общую цель организации или команды. Они знают цель, куда мы движемся. они могут твердо сказать, что их нужды, потребности восполняются. Люди вовлечены, если знают, что от них ожидается. Люди вовлечены, эмоционально вдохновлены и, в общем-то, эффективны, если занимаются в сфере своих дарований и талантов. Ну, посадите вы пианиста, человек, который музыкант, посадите вы заниматься финансовыми вопросами. А бухгалтера, который талантлив работать с цифрами, чтобы он продумал какие-то архитекторские, не знаю, проекты. И творчески продумал, например, как организовать праздник. Человек, который хорошо работает с стратегиями, попытайтесь его поставить в ситуацию, когда он будет работать и анализировать прошлое. Когда ему очень хочется прогнозировать и стратегически планировать будущее. Если человек постоянно занимается тем делом, в котором он талантлив, он не устает. Он делает это очень легко и просто. Конечно, есть физическая усталость, но он не устает от работы, от дела. Ему это нравится. Человек вовлечен, если ему выражается искренная благодарность за труд, за служение. Его достижения отмечаются регулярно. Причем это делается искренно. Человек понимает, что его ценят. И, кстати, перехвалить человека очень сложно. Мы чаще всего испытываем определенную нехватку похвалы. Человек вовлечен, если знает, что кто-то конкретно в проекте, в отделе, в организации, его непосредственный начальник, заинтересован в его развитии и преуспевании. Человек тогда подключен с точки зрения миссии, философии, профессиональной какой-то направленности. Человек вовлечен, потому что он здесь чувствует к нему личностное отношение. В одной из книг модель компании Галлоп и инструмент анализа вовлеченности людей в бизнес-компании я нашел результаты исследования о вовлеченности членов католических и протестантских церквей США. Книга написана Альбертом Винземаном «Growing and Engaged Church» и опубликована в издательстве Галлоп Пресс. Так вот, среди тех церквей, которые прошли через исследования, оказалось, что 17% людей активно не вовлечены. Это то есть те люди, которые практически стараются сделать так, чтобы общины не достигли того видения, которое заявлено. 54% людей не вовлечены. Они являются частью этих общин, но они не вовлечены. И только 29%, 30% людей активно вовлечены, испытывают уледоварение и активно участвуют. То есть перед многими людьми в коммерческих и некоммерческих организациях стоит вопрос, каким образом увеличить количество людей, чтобы они были вовлечены. Вот такая статистика в этих общинах церквей США. Что влияет на активность членов христианских общин? Вот я хотел бы, чтобы вы увидели статистику. Когда респонденты отвечают, что мой руководитель не обращает внимания на меня, то он в принципе в какой-то мере рефлексирует степень своей вовлеченности. Если мой руководитель, тот человек, кто работает и руководит делом, служением, например, регент хора, не знаю там, пастор, церкви, тот человек, с кем, кого я идентифицирую как своего руководителя, если он не обращает внимания, то в таком положении 3% вовлеченных, всего 3%, 57 не вовлеченных и 40 активно не вовлеченных. Но если руководитель обращает внимание, более того, часто указывает на ошибки, но уже тогда человек из чувства вины, стыда, ну и как бы не хочется, чтобы лишний раз на тебя обращали внимание, говорили, ну чего ты ничего не делаешь. Немножко динамика меняется. 45% вовлечены, но это все равно меньше, чем 50%. а вот 33% не вовлечены и 22% активно не вовлечены. Но как только респонденты отвечают, что мой непосредственный руководитель помогает мне, причем помогает мне развиваться, и я ощущаю его неподдельный интерес к тому, чтобы во мне был духовный, профессиональный, личностный рост, то в такой общине количество вовлеченных людей высокое. 61%. При этом только 1% тех людей, которые активно не вовлечены. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Значит, мы завершаем с вами обзор главных тем в лидерстве. Мы начали с того, что в лидерстве очень важно определить видение идеалистическое достижимое будущее и своим людям сказать, давайте подумаем и определим, куда мы двигаемся. Это очень важно в лидерстве. В лидерстве очень важно найти и объяснить, а ради чего мы будем достигать те цели, которые мы ставим перед собой. лидерство предполагает выработать, проявить и провозглашать ценности, на основе которых будет реализовываться деятельность. Деятельность, конечно же, должна быть стратегически осмысленной, а условия созданы для того, чтобы люди могли осуществить то, что необходимо. А благодаря тому, что мы будем развивать людей, интересоваться их нуждами, восполнять их потребности, дадим им возможность проявлять инициативу, высказывать мнение, учитывать их мнение, благодарить, отмечать их достижения, они будут вовлечены и смогут вместе с нами достичь тех целей, которые мы определили сообща. Вот в этом заключается метамодель лидерства. Естественно, естественно, руководителю приходится не только помнить вот этих главных, или необходимо не только помнить эти главные аспекты, но также прояснять и прорабатывать и набираться опыта, каким образом формировать видение, команду, каким образом интерпретировать наши ценности, выявлять, каким образом защищать эти ценности, каким образом выстраивать стратегический план и продвигаться. Есть очень многое, что необходимо делать. И вот самое главное, что здесь очень важно помнить, когда дело доходит до практических рекомендаций, то их очень сложно дать кому-либо, но мне кажется, человек, который понимает горизонт того, что и чем является лидерство, в процессе своей практики, с учетом особенностей людей, с которыми он работает, с учетом особенностей ситуации, в которой он находится, работая сообща в командном лидерстве, он сможет найти правильные шаги и действия, которые приведут его к эффективности и успеху. Ну и, конечно же, самое главное во всем этом не забывать то, что должно быть главное, что начало всякой мудрости, страх Божий, и успех зависит от того, кто является архитектором, дизайнером, кто обеспечивает ресурсы и придает силы и оказывает благословение. Своей стороны, христианин-лидер должен сделать все, что от него зависит. С другой стороны, он должен прекрасно помнить, что все зависит только от Господа Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok